Продолжение следует... Когда вы сегодня выйдете, через час, да, 15, да, вот это вот, я надеюсь, что я вам, по крайней мере, это передам, потому что я, когда начинаю выступать, я сама очень возбуждаюсь. И вообще, вот, знаете, возьмите на вооружение вот в своей работе, в своей жизни вот это слово, в самом высоком смысле этого слова, слово «возбуждаться», потому что мы сегодня будем много об этом говорить. И если вы отсюда сегодня выйдете возбужденными, если вообще после вот этой сессии установочной вы выйдете возбужденными, то это, конечно, это будет как раз вот про эту тему, это будет про вас и вот про эмоциональный интеллект лидера, руководителя человека. Я не зря задала вопрос, действительно, что же вас возбуждило, но все равно вы мне сказали. Никто из вас не сказал, что мы прослушали там три презентации, что у нас было там два воркшопа, мы еще шесть раз поели, и вчера мы кругом сидели и так далее, и так далее. Вы говорили о качестве своих переживаний и качестве своих впечатлений. И вот сегодня все будет вокруг этого, вокруг качества переживания. И самое главное, это вообще моя любимая тема, мы будем говорить о том, ну как же добавить стоимость себе, как добавить стоимость тому продукту, которым вы занимаетесь, как добавить через впечатление, ощущение и так далее. Мне вас представили как руководители некоммерческих объединений, лидеров социальных проектов, амбициозных лидеров гражданских инициатив. Мне кажется, это очень круто заучить, в общем-то, очень круто. И, по крайней мере, заочно где-то я уже увидела, познакомилась, кстати, нашла знакомые лица. Ну вот я надеюсь, что вот еще, наверное, я увижу это лицо знакомое, так сказать, для меня она звезда Ютьюба, вот мне хочется, так сказать, здесь человек. И теперь, конечно, я хочу представиться. Я, конечно, сейчас о себе скажу несколько слов, но я это еще продублирую на экране, потому что вы знаете, что 80% информации мы запоминаем визуально. Только 13% мы через уши у нас информация и остальное, и так далее, и так далее. И у меня вот вопрос, какой процент информации мы запоминаем аудиально? Вот, ладно, спасибо вам большое, потому что обычно, знаете, это подтверждает, что действительно 30 секунд назад я сказала, что 13% информации заходит нам через уши. И, как обычно, знаете, когда я начинаю тут же, а сколько же аудиально? И все такие, 40, и так далее, в минуту, и так далее, и так далее. И это говорит о том, что действительно 80% для того, чтобы вы, конечно, еще лучше и больше запомнили меня. Меня зовут Анжела Лоярова, я являюсь доцентом кафедры, вот до сих пор, несмотря на то, что я уже много лет живу в Москве, я являюсь вот доцентом кафедры инженерного предпринимательства Томского политехнического университета. Это вообще моя альма-матер, мой университет, где я не только получила образование, путевку действительно в жизнь, но я и нашла своего спутника жизни. А знаете, что мы каждый день делаем выбор, каждую секунду. И сейчас вы тоже сделали свой выбор, вы здесь. И вообще спасибо вам большое, что вот так много человек выбрали вот этот воркшоп. И я надеюсь, что действительно вам сегодня это все понравится. И опять же, возбудитесь, это хорошее слово. Спасибо вам большое. Ну, теперь в Москве я являюсь визитинг-лектором, и в Академию народного хозяйства приглашают. И вот недавно я освоила замечательный университет, номер один университет технически у нас в России, который входит в 50 лучших университетов технических в Европе. Это Бауманка знаменитая. И кроме того, вот в основном, конечно, я сейчас занимаюсь тем, что я провожу практикумы, мини-лекции, вот такие воркшопы для слушателей МБИ-программ, президентских программ и корпоративных программ, компании таких «Газпром Трансгаз» и так далее. Вообще у меня техническое образование. А, вот про выбор я говорила, и что вот я говорю за то, что вы здесь. Спасибо. Но есть два выбора, которые влияют на качество нашей жизни. Первый выбор – это выбор образования и выбор спутника жизни. Это действительно то, что влияет на качество нашей жизни. И я надеюсь, то, что вы здесь, это тоже своеобразно, это говорит о том, что вы хотите действительно усилить, увеличить свое, улучшить свое качество жизни. Те, кто уже нашел своего спутника жизни, я надеюсь, что этот правильный выбор сделан. А если нет, так сказать, ну пересмотрите, может быть. Хотя, знаете, я все-таки за традиционные ценности, что выбрал и на всю жизнь. Ну вот, мне кажется, это, наверное, это правильно, это хорошо. Это действительно качество жизни. Так вот, у меня техническое образование, и я так горжусь этим, потому что это действительно… Я так горжусь, мне, скажи, вот сюда вот, так сказать, для себя не тыкать, потому что у меня здесь микрофон. Потому что именно техническое образование выше дало мне вот эту, знаете, системность. И я теперь вот любое понятие, любое определение я воспринимаю через вот призму таблиц, графиков, потому что только когда я могу информацию так представить, я ее хорошо выясняю. Но темой или, может быть, областью моих научных интересов, моих практических интересов, конечно, стало лидерство. Я защитила диссертацию по этой тематике, и теперь живу с этим. Это правда, я живу, я обожаю эту тему. Я с удовольствием делюсь всеми, наверное, новшествами, которые есть в этой области. И, конечно, я сегодня с вами этим поделюсь. Вот, ну и тогда начинаем. У меня вопрос. У кого в резюме вот есть такая строчка – высокий эмоциональный интеллект? Есть такая строчка у кого-нибудь в резюме? Ну или хотя бы вы, например, подходите, или, например, вот вчера, я знаю, у вас была встреча, где там нетворкинг, да, где вы знакомились, презентовали себя. Кто-нибудь встал и сказал, что я, например, Иванов Петр, у меня высокий эмоциональный интеллект. У меня еще какие-то трудно запомнили. Положительные? Нет, я знал, что в колонии. Только в самом высоком смысле этого слова и только положительные. Я хочу сказать, что сейчас действительно это тренд. И если ко мне приходят, и я вдруг прочитаю эту строчку, для меня это будет понятно. Для меня будет понятно, о чем идет речь. И через час мы, я надеюсь, что вы тоже поймете, что это такое, постарайтесь. И каждый для себя поймет, что, ну да, надо внести эту строчку, потому что я соответствую. А у нас проводили исследования на кафедре, на которой я работала, проверяли климат организации, эмоциональный фон. И меня оценили как руководителя и выдали вот такую строчку. Отличительным персональным качеством является выстраивание деловых коммуникаций и создание благоприятной атмосферы в коллективе. Я, знаете, я прям поклонилась людям, которые так написали, которые вот так оценили меня. И с тех пор я посчитала, что я могу себе в резюме писать, что высокий эмоциональный интеллект. Что это сейчас, будем разбираться. У нас один час уже остается. И о чем мы будем говорить? Конечно, мы сегодня попробуем разобраться всего лишь один час. И поэтому, конечно, это будет только верхушка айсберг. Вот то немного, но я постараюсь вам это все донести сегодня. Вот разобраться с этим понятием лидер и лидерство. И вы потом, знаете, в конце мы все-таки подойдем к эмоциональному интеллекту. И вы поймете, что лидерство – это обязательно эмоциональная сфера. Когда я изучала диссертацию, меня спросили, вот есть менеджмент и лидерство, есть менеджер и лидер, да, в чем отличие и так далее. И тогда, вы знаете, вот я для себя определила, что менеджер – это технолог. Это человек, который действительно может многое, у которых много функций. Вот там организация, контроль, мотивация, да, и так далее, это вы знаете. А вот лидер – это философ. И вот сейчас действительно, когда мы создаем, вот такое время настало, когда менеджмент уже не справляется, как вот функция управления. Вот только лидерство. И вот мы сегодня попробуем с этим разобраться. И потому, как у меня, естественно, техническое образование, я люблю все это, вот какое-то, знаете, выражение или определение, вот, так сказать, определить или обволочь в какую-то таблицу график. Тогда это понятно. Вообще, вот, я хочу сказать, что спасибо авторам, которые в 92-м году, Дэвид Нортон, да, еще один с ним, его партнер, они создали систему сбалансированных показателей. И подарили миру вот эту фразу «управлять можно только тем, что можно измерить». Управлять можно только тем, что можно измерить. И вот когда у нас будет вот это хоть немного, хоть более-менее четкое понимание, что такое лидер, лидерство, эмоциональный интеллект, тогда мы действительно поймем. А вы знаете, да, насколько хорошо мы воспринимаем информацию и в каком случае мы запоминаем? Мы запоминаем информацию тогда, когда нам дают какой-то некий образ, некую метафору, да, когда информацию дают в виде образа, либо в виде таблиц. И поэтому я сегодня вам хочу познакомить вас с формулами лидерства, которые, на мой взгляд, отражают вот эту эмоциональную сторону лидера. И, конечно, я хочу сегодня вам подарить и познакомить с моей формулой лидерства, которую я представила миру, когда защищала диссертацию и так далее, и так далее. Первое, что я хочу, чтобы вы акцентировали на этом внимание, вот чтобы прям запомнили, что ключевым аспектом в понимании лидерства является то, что наш мир постоянно меняется. Вот ключевым аспектом в понимании этого понятия лидерства является то, что мир наш постоянно динамично развивается и меняется. Ну, то есть там, где стабильность, ну, стагнация или стабильность, да, там достаточно менеджмента. А вот там, где лидер или, наоборот, там, где изменения, значит, там лидер. Причем лидер, он и лидерство возникает не тогда, когда что-то надо, вот ответить на какие-то изменения. Нет. Лидер там. И когда он находится, вот там происходят изменения. И мне, конечно, хочется, чтобы вы, лидеры проектов, гражданских инициатив, руководители вот этих объединений, чтобы, вот действительно, я вам желаю, чтобы там, что бы вы ни делали, там, где бы вы ни были, всегда происходили вот эти изменения положения. То есть положительные изменения. В общем, первое, что я хочу, чтобы вы запомнили, лидер и изменения. И вот первую формулу, которую я вам хочу представить, это, в общем-то, популярная формула, я уверена, что вы ее знаете, слышали, видели. Это формула изменения Бехарда. Она так и называется. Когда у нас происходят изменения? Вот, вот эта формула. Н умножить на В, умножить там еще на буквы ПШ, и все это больше чего-то. Так вот, что это значит? Это формула, которая говорит о том, что когда происходит изменение, изменение происходит тогда, когда мы не удовлетворены текущим состоянием. Если вы руководители проектов, причем, знаете, я прочитала социальные проекты, мощные проекты, это говорит о том, что, ну, действительно, если вы взялись за это, значит, вы не удовлетворены тем текущим состоянием, которые вокруг вас. И поэтому, вот, ваша попытка изменить. Первое. Когда начинаются изменения? Когда мы не удовлетворены вот этим текущим состоянием? Второе. Изменения произойдут только тогда, когда вы будете понимать, чего вы хотите. Вот какое видение? Я вот поняла, что вот на воркшопах, практически на всех, вы говорили о том, что такое видение, что такое миссия. Так вот, действительно, когда вы понимаете, вы видите вот этот образ будущего, тогда произойдут изменения. И затем, это главный здесь аспект и показатель, это первые шаги. Если вы будете неудовлетворены, и если вы будете знать, куда вы идете, но не будете предпринимать ничего, тогда, конечно, изменений не произойдет. И вот только при условии, когда это есть неудовлетворенность, когда вы знаете, чего вы хотите, и когда, самое главное, делаете шаги в этом направлении, вот тогда у нас происходят вот эти изменения. И в случае, если все это будет больше сопротивления. Конечно, вот мы, конечно, мы привыкли жить в комфортных условиях, вернее, в тех условиях, в которых нам комфортно. Но вот жизнь такая, что, ну правда, ну это невозможно. Изменения постоянно. А почему изменения происходят? Вообще происходит, знаете, вот одна из причин, меняется скорость сообщения. Если раньше, да, чтобы нам сообщить о том, что у нас все хорошо, мы написали письмо, через неделю оно дошло, вот информация. Но сейчас это, конечно, доли секунды. Я помню, к нам приезжал Гордон, и он был модератором там одной из конференций у нас. Александр Гордон, заменитая наша медийная личность. И вот он говорит, вы знаете, я пока, я готовился, но пока летел в самолете, я понял, что 50% той информации, с которой я летел, она уже изменилась. И мне приходится тогда, чтобы действительно соответствовать, чтобы быть лидером, мне приходится отвечать, реагировать на эти изменения. И быть, наоборот, так сказать, во главе этих изменений. Так вот, эта формула Бекхарда, ну, просто чтобы вы знали, это формула изменений. Я хочу, чтобы вы о ней знали, и если вы хотите что-то изменить в своей личной жизни, в своей карьере, в бизнесе, вот обратите внимание на нее. И только тогда, когда действительно вот эти показатели у вас будут больше вашего сопротивления, вашего, вот, или как вот еще здесь, противодействия переменам, только тогда в вашей жизни начнутся изменения. Следующая формула, которую я, когда я с ней познакомилась, я читала биографию Джека Уэлча. Вы знаете, кто такой Джек Уэлч? Нет, я не знаю, может, скажу. Конечно, я скажу. Джек Уэлч – знаменитый, легендарный руководитель или как председатель правления General Electric. Мощной такой компании американской General Electric, которую создал еще Томас Эдисон. И вот чем он знаменит? Его пригласили на работу, и вот с 1981 года по 2001 год, 20 лет он руководил этой мощной компанией, где работают на 2014 год эти данные 307 тысяч работников. И вот когда он пришел в эту компанию, она, знаете, она была неповоротливой. Она была мощной компанией, громадной компанией, но она была неповоротной. И он превратил ее, до сих пор эта компания является номер один по обороту и прибыли, по личной прибыли. И он внедрил инновации, но главная его заслуга в том, что он создал центр развития лидерства. Он понимал, насколько это важно. И вот целое поколение, пока он работал, он воспитал целое поколение руководителей, лидеров, бизнесов и так далее. Хотя, вообще-то, он был, знаете, жесткий руководитель. И сейчас я вам расскажу о том, как он определял, кого оставить или нет. За вот эти 20 лет он уволил 100 тысяч человек. Представляете, 100 тысяч человек. Вот как он определял, кого увольнять, а кого нет. Он делил людей на три категории. Первая категория А – это люди, которые приносят, в общем-то, большие очки, финансовые показатели в компанию, которые очень хорошо. И придерживаются ценностей компании. Они делятся этими ценностями, они любят свою работу, свою организацию. И вообще, это были самые высокооплачиваемые люди. Он их называл хранителями, и он делал все, чтобы эти люди оставались в компании. В. Категория В. Это были люди, которые, в общем-то, не очень большие дивиденды приносили в компанию. Показывали не очень эффективную работу. Но они ценили ценности, ну, если можно так сказать, они были привержены ценностям компании. Они разделяли ценности компании. Они работали с энтузиазмом. Им нравилось место, где они работают. Они это ценили. Вот таких людей, он говорил о них так, что им можно дать новую задачу, их можно перебросить в другой отдел, им можно дать второй шанс. И была еще категория С. Это люди, которые действительно привносили очень высокие показатели, финансовые. Они очень много приносили эффективности в работу. Но они не разделяли ценности компании. Вот этих людей он увольнял. Вот представляете, человек, который привел компанию, вот к таким мировым показателям, к номер один компании, да, на сегодняшний день, как он оценивал и кого увольнял. Для него важно было разделять ценности компании человек, который работает. Потому что он считал, что если человек с удовольствием ходит на работу, если он дает всю душу этой работе, то именно этих людей он будет поддерживать. Это вот такая, знаете, закидон мой небольшой в сторону эмоционального интеллекта лидера. И вот он представил такую формулу лидерства. Четыре и на английском и. Вот он говорит, что кто такой лидер? Лидер – это человек, который обладает энергией. Это человек, который проснулся, и все, он заряжет, заряжет. Он встал, побежал, и все, понимаете, и все ему по плечу. Он все может делать. Это вот, значит, обладающие энергией. Вообще, конечно, вот я обожаю физику, и я считаю, что вообще вся жизнь – наша физика. Потому что вот сейчас у нас происходит такой взаимообмен энергией, эмоций. Вот, знаете, и сегодня я хочу, чтобы вот между нами была любовь. Вот, знаете, Радислав Гондопас говорит, я хочу, чтобы, знаете, вот эта Камасутра, которая вот на сегодня была, чтобы вот, знаете, вот, чтобы вы меня полюбили, и я вас полюбила. Вот, чтобы такая любовь у нас взаимная сегодня была. Так вот, все вокруг энергии, да, и закон сохранения энергии, он существует везде. Чтобы что-то привнести в свою жизнь, надо от чего-то отказаться. То есть, чтобы что-то… Вот, если хотите новое платье себе в гардероб, освободите место. Вот, освободите место. Когда только освободите место, тогда у вас появится новое какое-то платье. Так вот, энергия. Второе. Этот человек – энерджайзер тоже. Это второе «и». Энерджайзер. Он заряжает энергией других. Третье. Этот человек обладает волей к победе. Вот он стремится к тому, чтобы действительно победить. И четвертое «и» – это лидер 4 «и» – это экзекьютив, да. Он доводит дело до конца. Это очень важно. Мы можем очень многое сделать, но не довести дело до конца. Следующая формула лидерства. Я думаю, что, наверное, вам неизвестен этот человек – Кейт Деврис. Этот человек, он тоже считается гуру менеджмента, гуру лидерства. Кейт Деврис, он написал очень много книг о лидерстве. И вообще он является экспертом очень многих компаний по развитию персонала и по развитию лидерских качеств у персонала компании. И вот он определил. Посмотрите, вот его формула лидерства. 4 «H». Ну, тоже это английские слова. 4 «H». И вот посмотрите, что он говорит. Кто такой лидер? Лидер, прежде всего, это человек, который дает надежду. И здесь я хочу вас познакомить с еще одной, с еще одним высказыванием или формулой лидерства, которая существует, которую подарил нам Наполеон Бонапарт. Он сказал, что лидер – это продавец надежды. И сегодня вот я об этом еще дальше скажу, потому что, и вы поймите, как это важно, продавец надежды. Лидер – это человек, который продает надежду. И вот Кейт Беврис тоже об этом пишет, что если вы продаете надежду, значит, это один из показателей вашего лидерского потенциала. Второе – это гуманность. Это обязательная часть гуманности, потому что, вы знаете, когда говорят, что Гитлер – это лидер, то вот в самом высоком смысле этого слова вот гуманность – это то, что может разделить Гитлера от тех людей, перспектив положительных личностей, лидеров. Вот именно этот показатель он может разделить. Гуманность, скромность – это вообще высший пилотаж, если лидер обладает. Но вот Кейт Беврис, он настаивает на том, что лидер обязательно должен обладать вот этой компетенцией или вот этим качеством скромности. И, конечно же, юмор. Вот их юмор. Мне очень нравится выражение, которое гласит следующим образом, что не работайте там, где не смеется. Или не работайте с тем руководителем, который не смеется или не обладает чувством юмора. Эта компания скоро развалится. И у этой компании нету будущего. Поэтому, правда, будьте сами, пожалуйста, улыбчивыми, будьте сами вот с этой долей юмора, потому что это помогает в жизни, помогает в нашей вот такой, знаете, напряженной очень жизни. Четыре Аши. Вот посмотрите, здесь нету вот таких слов, как цель, достигнуть цели, да, и так далее, и так далее. Пока вот посмотрите, о каких вещах мы говорим. Надежда, настрой, эмоции. И сейчас я хочу вас познакомить с моей авторской формулой лидерства. И, в общем-то, на большую публику я ее представляю впервые. Лидер 4З. Я люблю, чтобы это, знаете, какая-то система была, да, и я это подвела вот под эти буквы. 4З. Хотя, вы знаете, вот первая все-таки должна быть первая В. Для меня лидер. Это из моего личного опыта, именно жизненного, из моего делового опыта, работая со студентами, работая с молодыми предпринимателями. Вот я пришла к этому выбору, что вот лидер – это человек, у которого загораются, это первая З – загораются глаза от идеи, от того, что он хочет сделать. Он возбуждается. Он возбужден от того, что он услышал, от того, что он хочет сделать, от того, что он получит. То есть вот это вот первая З – это вот лидер, это человек, у которого загораются глаза, или который возбужден. Вторая З – это человек, который заражает, или там заряжает, да, заражает. Заражает идеи. Заражает тем видением или будущего, да, и так далее. Вот заражает вообще своей энергетикой. Третья З – это заряжает энергией. Это вот, конечно, у меня от Джека Уэллча, да, я с ним абсолютно согласна. То есть только тогда, когда мы своим энтузиазмом, своей энергией заряжаем других, только так мы можем вообще повести людей за собой. Человек с большой энергией может повести за собой людей. И третье, четвертое, обязательное условие, и оно тоже совпадает у меня с формулой лидерства по Джеку Уэллчу, обязательно мы должны закончить то, что начали. То есть вот мы должны возбудиться и закончить. Я думаю, что вот эта схема очень многим понятна, да, она такая жизненная. Возбудиться, зарядиться, эту энергию отдать и закончить. И вот только так, вот только так. Я хочу сказать, что если бы здесь сейчас сидел руководитель некоммерческого объединения Зигмунд Фрейд, он, наверное, мне бы поаплодировал, да, сказать, что все правильно, все изнутри. Зигмунд Фрейд именно об этом говорил, что чтобы познать мир, познай себя. И это действительно, это на 150%. Я хочу сказать, что действительно, если вы хотите понять какие-то процессы, которые происходят вокруг нас, в нашей реальности, загляните внутрь, загляните внутрь. В подтверждение я хочу, вот здесь я немножко отклонюсь от темы, но она тоже, она тоже соприкасается. Это вот о связи физического и ментального, про то, как наши эмоции меняют реальность. И здесь вот я хочу поделиться именно своим жизненным опытом и так далее. Вот сначала про связь вот этого физического и ментального. В общем, вы запомнили, да, чтобы познать мир, познай себя. И действительно, вот эта формула лидерства, моя, она вот, ну, тоже отвечает этому, да. Вот процесс возбуждения и закончить дело, да, это есть в нас. И вот если вы хотите довести, чтобы действительно дело, которым вы занимались, было успешным, и вы, чтобы радовались, надо возбудиться сначала, зарядиться, заразить всех этой идеей и обязательно довести до конца, закончить дело. Так вот, про связь физического и ментального. Однажды ко мне подошла моя коллега и говорит, ты знаешь, у меня что-то так шея болит. Вот прям, а что случилось, психолог у нее спрашивает. И она говорит, вы знаете, вот я вчера, вот у нас было заседание, и вот мне кажется, я так нелояльно подошла ко всем, и вообще я так, так сказать, отнеслась ко всем. И вот действительно, когда у нас вдруг, не потому что там нам надул кондиционер, или вдруг вы резко сделали движение, если у нас иногда клинит шею, то это только потому, что мы были когда-то нелояльны к своим сотрудникам. Само тело нам говорит об этом. Иногда, вы знаете, вот говорят, руки болят. Вот, ну вот как-то, знаете, ноят. Почему? От того, что мы кого-то недолюбили, недообнимались. У нас поэтому болят руки. А когда у нас горло болит, вот знаете, вот когда глотать боль. Не потому, что мы слишком много мороженого съели, и так далее, и так далее. А вот вдруг запершило. Это говорит о том, что, вы знаете, когда горло болит, обычно глотать больно. Мы не можем с чем-то согласиться. Мы не можем проглотить информацию. То есть мы не согласны, и поэтому у нас начинает болеть. И, соответственно, когда нас несет, когда нас, знаете, прет, тогда у нас случается понос. Спина болит тогда, когда вы чувствуете неуверенность. Ноги болят тогда, когда мы чувствуем, что вот нет уверенности в основании, в том, вот, допустим, в том, что мы делаем. И так далее. Вот это я хочу, чтобы вы это взяли на вооружение, когда, если вы хотите, понять свои эмоции и эмоции других. И еще одно наблюдение, которое я хотела бы с вами поделиться, это про то, что как действительно наши эмоции влияют на нашу реальность. Или, может быть, наоборот, как реальность влияет на то, что с нами происходит. У вас всех есть, наверное, компьютеры, телефоны, и там, наверное, есть пароли. Ну вот вспомните там, какие у вас пароли есть в ваших компьютерах. Когда у нас появились, ну, давно уже компьютеры, и сказали, что обязательно, они должны быть запаролены, и вот мы стали писать пароли какие-то. И вот что происходит? Однажды моя коллега, ну, мы как-то с ней сидели, она говорит, «Вы знаешь, Анжела, вот что-то происходит такое, мне так не нравится, как со мной обходятся, вот вроде я доцент, я умный человек, а вот ко мне относятся как к дурочке. Вот мне это так некомфортно, вот я так себя плохо чувствую». И я вот просто решила у нее спросить, вот говорю, «А скажи, пожалуйста, Татьяна Владимировна, а какой у тебя пароль в компьютере?» И она мне говорит, «Танька дура». Вот, вы знаете, вот я прям, знаете, замолчала, у меня вот, как говорят, это челюсть, вот, понимаете, упала. «Танька дура». Я говорю, «Ты как могла вообще вот такой, вот как вообще это возможно?» Ну, это может быть, правда, я удивляюсь, может быть, это нормально, но, представляете, «Танька дура». Я говорю, «Как ты могла такой вообще пароль придумать?» Ну, она же написала его. Она же, понимаете, я говорю, «Татьяна, а ты вот знаешь, поменяй, пожалуйста, пароль. Вот поменяй. Вот, может быть, и поменяется отношение. Ну, вот я до сих пор не представляю, ну, как можно было так написать, «Танька дура». «Танька дура». Вот вообще вот это возможно, вот такой пароль? «Танька дура». Хорошо, я так пошла, так задумалась. А как вы додумались у меня спросить про пароль? А через себя, опять через себя, потому что я писала пароли. Допустим, в то время мне вот понравился там один молодой человек, Ромка Синица, например. И я стала писать «Синичка 38», «Ромашка», там-то-то-то. То есть вот, спасибо вам за вопрос, потому что я бы потом объяснила, что мы, когда паролим, либо мы отражаем свое текущее состояние настроения и пишем, либо мы опишем то, чего мы хотим в своей жизни. Так вот, захожу я к своему научному руководению, профессору Николаю Петровичу Кириллову. Вообще это мой наставник, мой учитель, я бесконечно благодарна этому человеку. И ему 70 лет исполнилось, и по уставу, например, уже человек не может возглавлять институт. А он возглавлял институт. Самое большое, на что он мог претендовать, это вот заведующий кафедрой, и вот ему тоже это место не дали. И вот я как-то зашла, и вот он в таком каком-то состоянии, и говорю, Николай Петрович, как дела? А он говорит, ты знаешь, это не очень хорошо, как-то все напряжно, вот не решаются, вопросы, я бы вот куда ни сходил, как-то уже меня не слушают, как-то вот уже такого авторитета, вот действительно, вот какой-то вот прям, вот напряжно, вот он там говорит. И я говорю, такая, думаю, ну ладно, проверю. Николай Петрович, говорю, скажите, пожалуйста, какой у вас пароль в компьютере? И он мне, представляете, говорит, я упал. Он говорит, напряжение. Вот человек, то есть человек создает пароль, да, для того, чтобы открывать каждый раз компьютер. Напряжение. Я говорю, Николай Петрович, как так сменить? Ну, давайте попробуйте сменить, может быть, что-то произойдет. То же самое случилось с моей дипломницей, магистранкой. Вы знаете, она была, Лизонька, и вот она такая ходила, ну, знаете, как вот все время, как пьеро, вот такая грустная, грустная. Я говорю, Лизонька, писали мы работу на тему молодежная политика, вы знаете, современные молодежные организации. И вот она все время пишет о том, что какие плохие, какая молодежь сейчас вот неинтересная. Я говорю, а с чего ты взяла? И говорю, Лиза, а скажи, пожалуйста, теперь ты твой пароль. Вот я сейчас уже не помню, какой она мне называла, но я тоже поразилась. Она сказала, что вы знаете, все плохо, или вы знаете, что все неинтересно, вот так вот. Когда я этим вооружилась, вот этим знанием, вот этими наблюдениями, я тогда писала диссертацию, и вы знаете, какой-то вот у меня ступор был, вот диссертацию. Я думала, ах, дай-ка я за два или за три года напишу. Нет, вот хочешь, не хочешь, вот пять лет надо просидеть, надо этой темой и так далее, и так далее. И я думаю, ну нет, пора заканчивать. И я думаю, ладно, хорошо, я сменю пароль. Написала, диссертация. Написала, и вот знаете, и жду. Что происходит? Ничего не происходит. Диссертация, вот она тебе диссертация, диссертация. Думаю, нет, не так надо написать. И написала, защита в ноябре. И 21 декабря, правда, я защитила диссертацию. Вот понимаете, это, вот опять же, это отражение либо вот этого своего текущего состояния, да, Ивли, либо это то, чего ты хочешь. И знаете, мне потом стало интересно, и я стала спрашивать, например, ну кто мог позволить себе там назвать. А у меня была коллега, она была не замужем, и вот у нее все время были пароли такие «Любовь», «Счастье», «Париж». Она вышла замуж, и она живет сейчас в Испании, и так далее. Вспомните, пожалуйста, ваши пароли. Ну, кстати, как правило, если пишете, допустим, в качестве пароля свой день рождения или номер телефона, это говорит о том, что, ну, ничего такого совсем уж интересного не происходит в вашей жизни. она, вот знаете, ну вот, она, в общем-то, либо, знаете, либо энергии не хватает, либо каких-то желаний какие-то отсутствуют. Но вот имейте в виду, что, если хотите, вот, чтобы что-то происходило, вот, попробуйте настроиться, и так далее. Вы знаете, да, нет, я бы сказала, что это просто ваши ценности, вот, на сегодняшний день, это ваша ценность. Вот. Ну, а вообще, да, вот, я у мужа спросила, говорю, у тебя какие пароли? А он, вот, допустим, пишет, например, моё имя, и там, год рождения, имя сына, и там, год рождения. Но я поняла, что для него мы что-то значим. Да. Ну, это, так сказать, полушутка и так далее. Это вот я про то, что как наши эмоции влияют на нашу реальность, или наоборот, как мы можем повлиять на реальность. И я поделилась вот именно своим наблюдением, потому что, ну, это действительно так, это действительно. Вот, хочешь познать мир, хочешь что-то сделать, вот, и не знаешь, посмотри внутрь, загляни, разберись в себе. И вот эти же законы, они работают, и в мире, который вокруг нас. Значит, вот, значит, вы можете потом взять эту презентацию, там, конечно, вы что-то можете записывать, а презентацию, пожалуйста. сегодня, конечно, я вам не буду тестировать вас на то, допустим, высокий ли у вас эмоциональный интеллект, нет, но в конце этой презентации, нет, это отдельная тема, и это вот прям тренинг можно проводить, но в конце просто, имейте в виду, если вы возьмете, там в конце будет это, и вы можете сами себя протестировать, и потом, может быть, писать, что у вас IQ, например, 120, а IQ, и, допустим, эмоциональный интеллект выше 140. Считается, что если выше 140, то, о, это человек, то есть, действительно, человек, который обладает этим, и которого можно взять на работу. Что дальше? Это вот про то, что действительно, действительно, как эмоции влияют на нашу жизнь, и, вы знаете, Генри Форд говорил, когда мне нужно, а, знаете, Генри Форд, он знаменит тем, что он, в общем-то, автор вот этого конвейера, да, и там действительно, в общем-то, не нужен человек, да, с его эмоциями, тараканами, ему нужны просто пара рабочих рук, которые вот берет детальку, убирают, или наоборот склад, и он говорил, что, когда мне надо только пару рук, мне почему-то достается весь человек со всеми его эмоциями, отношениями, с проблемами, тараканами, и вот, действительно, вот самое главное, вот вы должны понимать, и я уверена, что вы это понимаете, что мы работаем с людьми, и, прежде всего, лидер это понимает, это не просто рабочий функционал, там, где человек, там эмоции, там отношения, и мы должны это понимать и управлять этим. Что еще здесь вот я бы хотела добавить, чтобы перейти к следующей теме, да, в общем, лидер, я вот тоже думала, ну, кто такой лидер, и как, вот, какое определение дать, да, этому слову, чтобы понимать, для себя я выявила, что лидер, это человек, на которого смотрят, на которого равняются, к которому тянутся, а почему, почему тянутся, равняются и смотрят, а это уверенный в себе человек, он уверен в том, как он выглядит, он уверен в том, что он делает, он уверен в тех знаниях, которые у них есть, Сократ говорил, лидер, это человек, который много знает, и я думаю, что Сократ, великий Сократ, был прав, действительно, тот, кто обладает знаниями, мы правда тянемся к тем людям, да, которые очень много знают, это уверенный человек, и еще одна, так сказать, фраза, и одно определение лидерства от автора «Маленького принца» Антуана Десен-Экзюпери, он говорил, что лидер, это человек, который руководит, не сомневаясь, вот это очень важное качество, не сомневаясь, это тоже показатель лидера и лидерства, лидер, это человек, который руководит, не сомневаясь, значит, это уверенный человек, почему, да, на него смотрят, это уверенный человек, второе, это, конечно, обязательно, без этого никуда, это человек, который берет на себя ответственность, это очень важное качество, взять на себя ответственность, вообще, это, конечно, присуще мужчинам, во всем, вот, знаете, я тоже для себя поняла, что вообще, вот в жизни, да, во всем виновата женщина, И знаете, почему? Вот правда, во всем виновата женщина. Только потому, что она мудрее, умнее и так далее. Но всю ответственность, вот знаете, это мужское, всю ответственность должен брать на себя мужчина. Вот что бы ни, вот мужчина, вы знаете, я недавно в фейсбуке увидела там какой-то клип, идет папа с сыном. Ну видели, да, он говорит, извинись. А за что я должен извиниться? Вот извинись. Ну ты хотя бы скажи, что-то случилось. Просто извинись. Ну вот они спорят, спорят, извинись. И он говорит, ну хорошо, извини меня, папа. Ну и отец говорит, ну вот теперь ты можешь, так сказать, жениться и так далее. Когда ты можешь просто, вот просто так, без причины извиниться перед женщиной, вот тогда ты можешь уже, так сказать, жениться и так далее. Вот правда, во всем виновата женщина. Это правда. Вот что бы ни происходило, хорошее, плохое. Ну вот, и мужчины, спасибо, что вы поаплодировали. Ну хотя, может быть, вам не понравилась вторая часть, да, почему? Ну правда, потому что вот это дано природой, а, к сожалению, не все женщины этим пользуются. Потому что мы мудрее, хитрее и в каких-то жизненных вопросах умнее. Но всю ответственность должен брать мужчина. Так вот, ответственность – это обязательное качество и показатель лидерства. И третье, вот уверенность, ответственность. И это тоже присуще именно лидеру – это принимать решение. Но с учетом того, что сейчас скорость передачи информации в миллисекунды или наносекунды, да, уже, это значит быстро принимать решение. А иногда принимать решение, когда вообще информации ноль или, допустим, один или два процента. Это очень важно. Вот просто действительно, вот как говорят, да, когда можно проблему решить. Вот мы сталкиваемся вот с тем, что вот действительно не решается задача. Но не решается. А вы знаете только по одной причине. Просто не собрана вся информация. Не собраны все факты. Как только вы соберете всю информацию по этому вопросу, проблема сама откидывается. Так вот, у меня есть такой, знаете, такой, ну, можно сказать, успешный мой однокурсник, Илюша Бутенко, он работает у Билла Гейтса. Прям в Сиэтле, вот прям, знаете, через два уровня он работает у Билла Гейтса. И он говорит, что Анжела, мы решаем такие иногда, вот когда есть вот 10% информации. Вот что с ней делать? А надо принимать решение. Так вот, он сначала говорил, что у меня есть 50%, а к нему подошел коллега, который уже давно работает и говорит, знаешь, Илья, мы здесь должны работать и принимать решение тогда, когда у нас даже есть 10 или 5% информации. Ну что, надо это делать. То есть лидер уверенный, да, ответственность берет и принимает решение. Вот это вот к тому, чтобы понимать, да, что такое лидер и так далее, и так далее. Вот посмотрите, обратите внимание, да, вот пока я говорю, вот лидер и говорю об этом определении, да, вот понятие лидерства, вот какой эмоциональной аурой, да, вот он окутан. А вот как оценить, вот если мы говорим о том, что, да, можно управлять тем, что можно измерить. Каждый год нас просят, сейчас скажу, что сделать-то, нас просят, обосновать свои, ну, высокие оклады, высокие премии, которые даются вот к окладу. А вот я считаю, что я очень хорошо работаю. Я, вот у меня, вот когда меня спрашивают, допустим, как вы себя оцените, я говорю, что я человеку с очень высоким КПД, то есть коэффициент полезного действия. Я эффективный работник, я инициативный работник. Как вот, как, я написала, вот я могу получать эти высокую, вот так сказать, вот эту премию за свою любовь к институту и к работе, за свой энтузиазм и за свой патриотизм. Но, когда прочитали, они говорят, ну, все-таки, Анжела, оцени, пожалуйста, вот переведи это в такие показатели, так сказать, количественные. И я потом, мне это было трудно, думаю, ну, как вот оценить действительно любовь, да, к институту? А потом я поняла, я несколько лет работала в приемной комиссии и встречалась со многими руководителями, родителями и так далее. И вот, вы знаете, я передавала вот эту любовь, когда я рассказывала о своем институте, о том, кем станут мои студенты, кем станут выпускники, какую удочку мы им дадим, чтобы они ловили рыбу. Они сидели и слушали. Иногда, знаете, когда я рассказывала об институте, я обожаю своих студентов, обожаю тех слушателей, которые со мной работают. И, честно, я люблю свою работу. И вот, видимо, я это передаю. И вот с меня родители слушают, слушают абитуриенты. И я потом обращаю внимание, что меня слушает и моя вся комиссия. И я такая говорю, вы-то что слушаете? Вы-то уже это знаете, вы работаете в этом институте. Они говорят, Ажеса Гитлановна, мы так рады, что мы работаем в этом институте, о котором вы говорите. И тогда, вот, и я так, и, вы знаете, пока я работала, мы увеличили набор студентов в два раза. И каждый раз, когда я работала, вот это увеличили. Вот что происходило? Вот тогда я смогла определить, вот за что мне платить вот такие большие деньги. Вот что значит называется любовь, энтузиазм, патриотизм. Я люблю это дело, и я это превращаю в добавленную стоимость. Об этом я потом прочитала у Тома Питерса. Тоже запомните, пожалуйста, это имя, Тома Питерс. Он написал очень много книг по лидерству. Он так интересно пишет. И вот то, о чем я сейчас вам скажу, Тома Питерс, у него много книг, например, там, по пути к совершенству и так далее, лидерство. Ну, увидите у него, да. И я у него прочитала вообще интересные, вообще великие вещи. И это, и я в конце скажу, как это можно применить вам, и как это будет полезно вам. Он там описывает ситуацию, вот, и как раз, вот он говорит о чем, главная его мысль, что сейчас компания, вот добавленная стоимость к продукту или услуге, которую вы производите, она определяется не теми какими-то финансовыми показателями, она определяется качеством переживаний или впечатлений. То есть, возможно, вы слышали уже такое выражение, как экономика переживаний. И вот я обожаю эту тему, то есть я пользуюсь ей, и она успешна в моей жизни, в личной и деловой. Так вот, он описывает ситуацию, когда он летел в самолете, и вот он, значит, приземлился там в одном из аэропортов, и встретился там с генеральным директором компании Харли Дэвидсон. Ричи, 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 забыл. Может быть, кто-то помнит? Ричи Дэвидсон. А? Нет, не Дэвидсон, нет, нет, нет. Ну, вот тогда он был, ну, вот и Том Питерс у него спрашивает, откуда ты летишь или куда летишь? Он говорит, да я вот, знаете, я лечу, я был на тренинге в университете Уолта Диснея. Том Питерс спрашивает, а что ты там делал, и зачем тебе этот тренинг нужен был? А он говорит, да я хотела узнать, вот что это за золотая пыльца, которая превращает вот все в магию, все в приключения и в это волшебство. Вот что они делают такого, чтобы превратить это вот в золотую пыльцу? Вот что-то надо делать. И вот для чего, вот, казалось бы, да, Харли Дэвидсон, мотоциклы, да, или еще что-то они там производят, я знаю, что мотоциклы, да. Но я хочу сказать, что ни один работник Харли Дэвидсон не скажет, что он, что они продают мотоциклы. Они говорят, мы не продаем мотоциклы, мы продаем, вот и послушайте, как это красиво, да, мы продаем 43-летнему бухгалтеру возможность одеть кожаную куртку, повязать бандану, сесть на мотоцикл, прокатиться по деревням, и пусть все его боятся. Они не продают мотоциклы, они продают возможность, они продают вот этот бунтарский стиль жизни. Они так и говорят, знаете, когда спросили о заместителе генерального директора этой компании Харли Дэвидсон, и он говорит, нет, мы не продаем мотоциклы, мы продаем, я еще раз повторю, повторю, 43-летнему, вот прямо так сказал, 43-летнему бухгалтеру возможность одеть черную куртку и прокатиться по маленьким городам, и пусть все его боятся. Вот, продают приключения. И вот, понимаете, я сейчас дальше скажу, например, знаменитая компания Starbucks, они тоже говорят, мы не продаем кофе, мы продаем нового тебя на утро. Или они говорят, вы знаете, мы нашли третье место обитания человека. Одно место – это семья, дом, в котором находится, второе место – это работа, а Starbucks – это третье место, это прибежище, где ты остаешься один на один, и ты новый, ты новый на утро следующего дня. Starbucks. Ну, это там, у нас еще, наверное, вот мы так не воспринимаем Starbucks, да, вот мы не воспринимаем, хотя вот да, может быть. А это что значит? Прийти в это место, возможно, на пять минут, и подумать о чем-то. Возможно, прийти и там сделать презентацию, возможность прийти и пообщаться с кем-то. Это, вот они говорят, мы открыли новое место. Если говорить о компании Nike, да, вот они тоже говорят, нет, мы не производим кроссовки. Это новый стиль. Когда я не, значит, я не просто бегу, я проживаю жизнь, и так далее, и так далее. Кстати, вот вспомните фильм, по-моему, о чем думают женщины, да? Или? О чем говорят женщины? Мел Гибсон там играет. О чем думают женщины, да? И вот как они вот проводили, как они вот, да, как они преподносили, как приключения, как новый стиль, и так далее, и так далее. И вот вы знаете, когда мы говорим об этом, когда мы вот это продаем, тогда действительно мы вот добавляем стоимость, да, вот к тому продукту или услуги. Или, например, Гиннес, пиво, да, Гиннес. Ну, я думаю, что, может быть, это не так актуально. Возможно, про наше пиво так можно сказать. И они тоже говорят, что мы не продаем пиво. Мы создали там, где мы собираемся, мы создали прибежище, где люди общаются. Обо всем забывают. О каком пиве у нас, можно там сказать это? Можно ли сказать, что, например, вятский квас? Это новое ощущение, новый стиль жизни, и так далее, и так далее. Или, например, мне очень нравится, ну, я думаю, наверное, мужчины, а может быть, и женщины, знают, у кого дорогие автомобили, что есть такая аудиосистема, да, Harman International. Это аудиосистемы, которые поставляются, устанавливаются в очень дорогие, то есть в машинах премиального класса. Так вот, смотрите, они говорят, что мы не продаем аудиосистемы. Лексусы созданы для того, а, Лексусы, это вот контейнеры для наших аудиосистем. Вот понимаете? Вот какое отношение. Вот как они продают. Вот какие эмоции, ощущения и впечатления они вкладывают в то, чтобы увеличить. Вот понимаете? И когда… И я очень хочу, когда вы будете продвигать проект свой, очередной, когда вы будете доносить свои идеи, я хочу, чтобы вы это подали именно вот с точки зрения ощущения и переживаний. И поэтому вы должны, например, не говорить не о продукте, да, или об услуге, а говорить о переживаниях, которые, ну, которые создают новую жизнь, или о переживаниях, которые привнесут в вашу жизнь что-то новое. Вы теперь должны говорить, например, допустим, это вам по карману, нет, вы должны сказать, что это вам по душе. Или, например, он работает, да, если о чем-то, нет, он оставляет воспоминания. И теперь неудовлетворенный клиент, да, вы можете сказать, что нет, что вы будете удовлетворены там, это наша услуга, нет, вы станете членом клуба, нашего и так далее, и так далее. И когда вы будете продвигать проект, вот воспринимайте это с точки зрения продвигать мечту, мечту человека. И вы знаете, это новый взгляд на лидерство, это новый взгляд, эмоциональная составляющая, впечатление, ощущение. И вот когда я в приемной комиссии работала, вот я тоже продавала мечту. И, наверное, поэтому, вот это, знаете, количество студентов, абитуриентов, они действительно, они шли к нам, и вот с ними достаточно было просто поговорить, рассказать об этом, вот поделиться своими ощущениями, впечатлениями. И они были, они уходили и были уверены в том, что действительно, если они поступят в наш институт, то действительно их жизнь изменится. Но при этом я говорила, что я отвечаю за каждое слово, которое я сказала. Ну и, естественно, все для этого делала. Поэтому, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, вот продвигайте мечту, вот сделайте это через ощущение, и тогда действительно успех будет. Вот продвигайте новый стиль жизни, новое, вот и так далее. Вот помните, вот про эту золотую пыльцу, и когда я вот слушателям MBA, вот, допустим, говорила про это золотое пыльцо, и когда на следующий день, например, я приходила и с энтузиазмом о чем-то говорила, они такие, смотри, сидят и такие показывают. Ну, вот опять такую какую-то золотую пыльцу, которую я распространяла. Но именно это приводит новых слушателей. Именно это действительно делает вашу услугу дороже и так далее. Потому что, вы знаете, я помню, зашла в магазин и увидела платье красивое. Ну, я свое, дорогое. И я смотрела на него. Вот смотрю, и вот я его мысленно одела, и я представила, как я захожу. Тогда я первый раз, мне надо было выступать перед слушателями Газпрома. И я подумала, вот я зайду, то есть я вот это, знаете, представила, и как вот это платье повлияет на мои доходы. И, знаете, я его купила. Я его купила, и это тоже произвело, во-первых, я себя чувствовала уверенной, вот знаете, свободной. Это передалось вот моим слушателям, они это тоже, видимо, оценили. И самое главное, знаете, как Игорь Манн говорит, что результатом, вот, в конечном счете, результатом должны быть не деньги, да, которые ты получил, о рекомендации, которые дали, например, слушатели, там, остальным, чтобы ты была, там, так сказать, в февре все время, да, и так далее. И поэтому, действительно, после этого я получила новую группу, ну, может быть, это не совсем платье, конечно, но все-таки это тоже сыграло. Так вот, я про что, если вы хотите, почему вы купите, допустим, дорогой, допустим, автомобиль или, там, дорогой, там, не потому, что там, вы будете думать не о том, что, какие у него технические составляющие, вот, там, допустим, у этой машины или у телефона, или сколько там мегапикселей и так далее. Вы же будете думать только о том, как вы зайдете, подъедете, например, к общественной палате Российской Федерации на следующий модуль, и все, вот стоят все ваши, так сказать, коллеги, а вы подъезжаете, там, на май в Эфхе и так далее. Вот так вы ходите, головой вот так вот делаете, волосы, знаете, ветром обдуваются, и вот вы заплатите именно за эти ощущения, за ощущение, что действительно, вот, вы такой крутой и вы добились этого. Вот имейте это в виду, что продвигайте мечту, продвигайте не проект, а не продукт, не товар, а переживание и впечатление. Сколько у нас времени осталось? Потому что я, я возбуждаюсь и начинаю песни петь. Восемь минут? Восемь минут. Осталось? Хорошо, я успею. Так, но вообще, если говорить, вы знаете, сухим языком, да, вот все-таки теперь, вот спускаясь с неба на землю, это называется управлять настроением, управлять эмоциями, да, До того, когда я вам представляла модели лидерства, я вам говорила о том, как распознать свои эмоции, как распознать себя, говоря о том, вот, последнее, да, так сказать, говоря о том, что мы должны продвигать стиль жизни, продвигать не товар, а переживание, в общем-то, наверное, я говорила о том, что, как управлять эмоциями, да, отношениями и настроениями о настроениях других людей, и это очень важно, это тоже новое понятие и новое отношение к лидерству, и вот мы, наконец-то, переходим к эмоциональному интеллекту, что это такое, вот теперь давайте попробуем с этим разобраться, перед тем, как я переключу слайд, я хочу сказать, что действительно, удивительно, но факт, настроение лидера влияет на бизнес-результаты, и поэтому руководители, если вы руководители, или, допустим, обратите внимание на ваших руководителей, руководители, конечно, должны особое внимание уделять эмоциональной сфере, эмоциональность, помните, там, где человек, там эмоции и отношения, а не просто рабочий функционал, вспомнить вот знаменитого нашего дядьку Генри Форда, и вот потому, что когда мы принимаемся, принимаемся, допустим, к реализации, подходим к реализации какого-то проекта, нам необходимо что? Вдохновение. Мы не говорим о том, что нам нужно там столько-то знаний, столько-то знаний по физике, по философии и так далее, и так далее, что мы должны пять уравнений знать. Нет. Нам нужно что? Вдохновение. Для того, чтобы наладить отношения в коллективе, нам нужна эмпатия. Для того, чтобы принять решение, нам нужно спокойствие, желательно, холодная голова. И вот действительно, как определяется, вот как говорят, что высокий интеллект, эмоциональный интеллект у человека, у лидера, это тогда, когда мы можем вот это ресурсное состояние, так сказать, внедрить в свои бизнес-результаты. И действительно, когда мы используем это, когда мы понимаем себя, когда мы чувствуем настроение других и пользуемся этим, и, так сказать, управляем этим, это приводит к результатам. И вот, что я еще вспомнила, когда я писала диссертацию про настроение тоже. Вот знаете, Ленин, почему велик Владимир Ильич Ленин, наш дорогой? Почему он достиг таких успехов и до сих пор эта личность, уже сколько лет, да, мы о ней говорим, и многие ее считают действительно великой. Да? Он там, наверное, переворачивается. Но я по-хорошему. Ленин, он учел настроение масс. Он услышал вот это настроение, он услышал вот эти волны, и он воспользовался этим. Вот что не получилось у Михаила Сергеевича Горбачева? Он не смог, вот знаете, в свое время, он, наверное, был немножко не для этого времени, он был, наверное, немножко выше, потому что, действительно, говоря слова плюрализм, да, или, ну, отнюдь, может быть, мы не готовы были к этому, да, он не услышал настроение. А Ленин, он действительно, он воспользовался настроением масс. Он это учел, и он победил, он, смотрите, что произошло, да, в мире, да, мир изменился, только потому, что Ленин, это, он, он был, у него был высокий эмоциональный интеллект. Теперь вот мы знаем загадку. Михаил Сергеевич не получилось. Не учел настроение масс. Не то было настроение у людей в то время. Вот, поэтому это очень важно, поймать эту волну, да, и быть на волне, и так далее, и так далее. Вот, в нужный момент генерировать ресурсное состояние и благодаря этому добиваться невероятных успехов, да. Так вот, все-таки, давайте нам легче, все-таки, ну, что такое эмоциональный интеллект, потому что мы все вокруг, да около. Я бы сказала, что это навык. Здесь это способность, да, ну, в общем-то, и то, и то будет верно, да. Это способность, или там, допустим, совокупность качеств, которые определяют способность человека управлять собой и управлять другими. Это вот самое важное. И, конечно, когда мы развиваем свой эмоциональный интеллект, прежде всего, мы развиваем в себе способность управлять своим, например, негативным, да, настроением, негативным отношением, негативным отношением или настроением других людей, когда мы это понимаем, когда мы это чувствуем, тогда мы можем супереживать, вдохновлять, там, спокойно относиться к этому и так далее. Что здесь еще, вот, что является, вот, основными компонентами эмоционального интеллекта? Самоанализ, когда мы можем анализировать, свое, допустим, свое состояние, что я хочу, какое у меня настроение, какие эмоции мне нужны сейчас. Самоконтроль, это обязательно. Социальная чуткость, мы должны слышать, мы должны слышать настроение других и, естественно, управление этими отношениями. Четыре уровня. Вот если говорить, как можно понять компетентен, эмоционально, то есть, если говорить об эмоциональном интеллект, компетентный человек или нет, мы можем определить по таким компетенциям, как, насколько мы понимаем свои эмоции, насколько мы понимаем эмоции других, насколько мы управляем своими эмоциями, да, особенно негативными, да, но и радостными тоже, И насколько мы можем управлять эмоциями подчиненных. Ну и, естественно, я должна сказать, мы должны понимать, откуда это все взялось. Вообще, конечно, впервые об этом заговорили в 40-х годах. Но тогда, знаете, было понятие социальный интеллект. Вот и говорилось о том, насколько адаптируется человек в обществе и так далее, социальный. И вот впервые это слово появилось, и именно он явил это миру, это был Дэниел Голдман. Я думаю, что вы слышали это имя. Он сначала написал статью, которая взорвала все, которая стала очень популярной. А потом вышла книга «Эмоциональный интеллект». И он там все описал. Я вам рекомендую эту книгу. Прочитайте, очень интересная, очень, знаете, поучительная, она так хорошо написана. Дэниел Голдман, который в 95-м книгу явил миру эту книгу «Эмоциональный интеллект». И вот он так выглядит. Он не женат. Ну, это просто так. Ну, а чтобы быть уж совсем, так сказать, справедливым, вот само определение, он, так сказать, заимствовал у психологов, людей, которые тоже занимались этой проблематикой. Питер Саловей, на английском это так, пишется. Вот благодаря этим людям у нас есть теперь понимание и понятие «Эмоциональный интеллект». Возможно, у нас и так высокий эмоциональный интеллект, но теперь мы понимаем и можем научно это доказать, обосновать, протестироваться и сказать, и написать в своем резюме. У меня высокий эмоциональный интеллект. В заключении, я не знаю, вначале я говорила или нет, по-моему, нет. В заключении я хочу подарить вам, знаешь, как Гондопас говорит, поделиться с вами ништяками несколькими, или как студенты мне говорят, уже завидно, лайфхаками. Хорошо, ладно. Вот такие ништяки. Ништяки. В завершении нашей встречи я хочу вообще произнести тост. Тост. Это тоже, вот, кстати, у вас, по-моему, вы вчера, у вас был такой воркшоп, да, или мастер-класс по искусству презентации или ораторскому искусству. Так вот, тост, умение говорить, тост, это тоже искусство. Тост – это эмоциональная, да, эмоционально заряженная, кратко-публичная речь. И вот я хочу с вами поделиться, чтобы вы вот вышли, и тоже у вас эти были новые знания, новые эмоции. Я хочу вас познакомить с методом Гегеля. Этому меня научил мой научный руководитель Николай Петрович, профессор Николай Петрович Кириллов, который он применил к тосту, и вообще, который можно применять в нашей обычной жизни. Немецкий философ Гегель, он говорил, что любое событие, любое явление надо рассматривать с точки зрения, как оно возникло, как оно развивалось, и что оно является вот сейчас, в данный момент, на сегодняшнее время. Еще раз, метод Гегеля, любое явление, любое событие он рассматривал с точки зрения, как оно возникло, как оно развивалось, и что является нам, так сказать, на сегодняшний момент. И вот как он это применял к тосту. И я сейчас буду импровизировать, но вот согласно методу Гегеля я хочу произнести. Когда несколько дней назад мне позвонили координатор Университета Общественной Палаты Российской Федерации, и вот пригласила меня вот, значит, поработать и провести воркшоп, и это было сделано по рекомендации выпускников программы, управленческой программы бизнес-школы Сколково. И когда она мне назвала тему, вот, говорит, что, видно, вы можете, там, или Анжелу, допустим, выступить по этой тематике «Эмоциональный интеллект лидера». Вот как только я это услышала, я так возбудилась, вот опять это слово, в самом высоком смысле этого слова. Я так возбудилась, и, вы знаете, я представила, как я буду выступать здесь, что я буду говорить, и, вы знаете, думая об этом, и я все время, вот, знаете, у меня был вот такой, вот, знаете, настрой. Настрой. И вот я сегодня пришла, я здесь первый раз, когда мне сказали, мне сначала сказали, что было 32 человека, потом сказали, что 49, я еще больше возбудилась, даже немножко разволновалась, потом сказали, что это все будут снимать, это еще добавила, и я думаю, ну нет. И, вы знаете, вот уже сейчас заканчивая вот это мое выступление, я понимаю, что вот та улыбка, которая у меня была на лице, она передалась вам, и это хорошо. Вот то возбуждение, которое у меня было, я надеюсь, что оно передалось вам, и когда вы выйдете отсюда, и когда вы выйдете после этого, вот этой установочного какого-то вот этой сессии, вы тоже возбудитесь и пойдете с этим чем-то новым. И вот я сейчас хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы, а, выбрали сегодня в качестве, так сказать, спикера меня, в качестве этой темы, эту замечательную тему, эмоциональный интеллект лидера. И я хочу, чтобы действительно, чтобы вы, вот что бы вы ни делали, чтобы вы всегда были вот в этом состоянии возбуждения, который приведет вас к вашим победам, к вашим достижениям и вообще к успехам в вашей жизни. Я от всей души вам этого желаю, и надеюсь, что все, что мы сегодня, все, что сегодня происходило, это все было про любовь. Поэтому пусть вообще любовь будет во всем, что вы делаете. Спасибо вам большое. Если это возбуждение передалось вам, то если у вас вдруг есть вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Что я еще, да, и что я хочу сказать, что все по законам моей же формулы лидерства. Я возбудилась и закончила. Все, вот так. Да, пожалуйста, да. Так, микрофон, да, простили микрофон. Сейчас, секундочку. Да, да, сейчас. А вот смотрите, дальше будет, смотрите. Вот дальше тест. Это уже можно, а? Ага. То есть вы возьмете эту презентацию? Ваганова Елена, большое спасибо за сегодняшний форкшоп. Я хотела спросить, а есть ли теория, либо практика воспитания лидеров? Можно ли воспитать лидера? Спасибо, Оля. Я, два подхода у меня. Потому что я однажды склонилась к этой точке зрения. Вы знаете, как извечный вопрос, да, рождаются или, допустим, или можно воспитать лидера. Вот моя практика, моя жизнь показывает, что я этим занималась. Что, конечно, можно воспитать лидера. По каким причинам? Вот смотрите. Лидером когда становятся? Когда вдруг они оказываются в той или иной ситуации. Не будь этой ситуацией, они бы себя, возможно, не проявили. Не взяли, помните, я говорила, не взяли бы ответственность, да, и не приняли решение. Вот моя практика говорит о том, что когда я работала со студентами, а потом с молодыми предпринимателями, ребята, которые абсолютно не были уверены, например, в том, что они делают, они не были уверены в тех публичных выступлениях, которые они делали. И после того, как они прошли, когда они попали в такую ситуацию, где им пришлось проявить лидерские качества, они вот эту почувствовали, вот малую толику уверенности, они поняли, что вот действительно можно взять на себя ответ, и можно принимать решение. Мое ощущение, что действительно, и моя жизнь, моя жизнь, моя практика, мой опыт подсказывает и говорит о том, что воспитать – да, воспитать – да. человек должен попасть в ситуацию. А еще, знаете, вот новая есть подход к лидерству, вот тоже рождается, можно воспитать, а еще говорят – это выбор, которым мы делаем. Спасибо, Лена. Спасибо, Лена.